МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгое десятилетие турецкое правительство борется с фактом геноцида арминоцида, совершенного против армян и его международным признанием как в политической, так и в научной сфере. Следует подчеркнуть, официальная турецкая историография по сути идентична искажению истории, особенно когда проблема касается преступления против армян или вопроса армян Западной Армении. Поручение создать историю по-новому и удобным для них способом, то есть фальсифицировать ее, было дано основателю турецкого государства Кемале Ататурку. Данный вопрос находился под его непосредственным контролем. Турецкий историографический напад на армянство особенно активизировался после 1965 года. Процесс продолжается по сей день. В настоящее время также вопрос геноцида арминоцида против армян в турецкой историографии является проблемой номер один. Осуществляется скоординированная политика. Турецкая историография своеобразно представляет армян, прожитую армянным жизнь в Османской империи и возникновение армянского вопроса. Важно констатировать, что согласно турецкой историографии до XIX века армяне и турки не имели никаких проблем. Все начало в последней четверти XIX века, когда великие державы использовали армянский народ для продвижения своих же политических задач. А армяне, которые до этого дружно жили на территории Османской империи, в 1877-1878 годах во время русско-турецкой войны впервые подняли бунт против государства. Отнюдь не стоит перечислять произошедшие с 1299 года даты основания Османской империи. Хотя некоторые историки считают эту дату спорной. До 1878 года большие и малые армяно-турецкие столкновения, сражения, другие проявления вражды, чтобы отвергнуть эту заведомую ложную точку зрения. Потери армянского народа в ходе турецко-персидских войн, имевших место еще в XVI веке, освободительные движения под руководством Давида Бека, Исаия Хасана Джалаляна и Махитара Спарапета в Сюнике и Арцахе, вторжение турок в Араратскую долину. В 1724 году 40-дневная героическая самоборона села Карпи. 7 ноября 2020 года в 8.15 утра Карен Мирзуян позвонил отцу с поступов в Шуши, сказав, что ждут машины. Однако машина так и не приехала. Карен и 8 друзей из Вода, получив ранение, попали в блокаду. Карен и пятеро солдат из Вода погибают по дороге в Шуши. Карен Мирзуян родился в 2000 году в городе Аграх в Сюнихской области. 25 января 2019 года Карен был призван в армию. Служил в Центральном оборонном округе армии обороны Арцаха, Степанакерская воинская часть. Прослужившие с месяцев за хорошую службу, Карен Мирзуян получает звание младшего сержанта, став командиром расчета противотанкового взвода. С первого дня войны противотанковый взвод Карена участвует в боевых действиях одной из самых горячих точек фронта на участке Карахан-Бейли-Варанды. 24 октября происходит смена, взвод переводят в район Очапняк-Степанакерта. Через несколько дней, 29 октября, взвод Карена снова вступает в бой. На этот раз уже на подступу к селу Карентак. В ночь на 4 ноября находящийся в Карентаке резерв начинает отступать. Взвод Карена также отступает и размещается на поступок к дороге Шуши-Степанакерта. В дальнейшем родственники Карена узнали от командиров, что взвод осказался под обстрелом азербайджанцев в блокаде. По словам Артура Мерзояна, Карен был ранен, с ним также были ребята взвода. Нарек Бадалян и Мегель Арутинян. Нарек успел позвонить двоюродную брату, сказав, что они раненые, находятся в блокаде. Выхода нет, добавив, что застрелятся, чтобы не попасть в плен. Когда мы нашли тело Карена, помимо ранений, был след выстрела из автомата в шейном отделе. Тело Карена было передано родственникам 16 ноября 2020 года судебно-медицинским центром города Мартуни. Карен Мерзоям похоронен в городе Агарак. Младший сержант Карен Мерзоям посмертно награжден Междалию Республики Арцах за отвагу и боевую службу. В Арцахе люди в очереди за хлебом стоят не часами, а днями. Об этом в беседе с корреспондентом «Спутник Армения» сообщила помощник защитных прав человека Арцаха Мэри Асатрян. По ее словам, были случаи, когда родители отправляли детей стоять в очереди за хлебом, дети засыпали в очередях. Пожилые люди очень часто просто не выдерживают и теряют сознание. Также помощник защитника прав человека Арцаха сообщила, запасы муки в Арцахе закончились. Сейчас местные власти пытаются собрать летний урожай, высушить и получить хлеб. Веерные отключения электроэнергии влияют и на работу пекарен. Электричество бывает по 6 часов в день, чего недостаточно, чтобы испечь достаточного количества хлеба. Что касается детсадов, данный сезон из сел еще возможно добывать фрукты и овощи для детей. Напомню, новый урожай не всегда удается собрать, так как противник теленаправленно стреляет в сторону техники и сельчан. Сенатор США Энтони Портантину представил 9-ю совместную резолюцию Сената, которая призывает Баку прекратить бесчеловечную блокаду Арцаха и обеспечить свободный и соответствующий поток продовольствия, медикаментов и гуманитарных товаров по Бердзорской дороге, сообщает Арцах Пресс. Как передает Альфа-Ньюс АЭМ, Портантину заявил, ситуация в Арцахе ужасная и вызывает глубокую тревогу. Поскольку на наших глазах разворачивается геноцид армии нацид, мы должны действовать. Народ Арцаха не может позволить себе ждать еще один день бездействий США и международного сообщества, направленных на прекращение этого разрушительного гуманитарного кризиса. Очень важно, чтобы мы пошли дальше слов. Потребовали открытие Бердзорской дороги и прекратили военную помощь Баку. Решительно осуждаю насильственную геноцидальную кампанию Баку против армянского народа Арцаха, который остался без еды, медикаментов и права на свободное передвижение. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении, и мы против любого изменения границ. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Ньюс АЭМ, чрезвычайный полномочный посол Ирана в Армении Мехди Собхани. В частности, отметив, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении, и мы против каких-либо изменений границ. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Армении, так же, как признаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы не против открытия путей сообщений и предоставили подобные пути Баку, но все территории должны находиться под контролем стран, на территории которых они расположены, особенно в случае с Арменией. 30 участков исторических стен города Тигранаккерт, пострадавших от мощного землетрясения в Западной Армении в феврале 2023 года, получили повреждения, о чем сообщила Ассоциация охраны культурного и природного наследия Тигранаккерта. В докладе представлены камнепады, зафиксированные в 30 точках между бастионами исторических городских стен, горизонтально-вертикальные трещины, повреждения опор. В докладе также отмечается. Опасность камнепада все еще существует. Несмотря на отчет, по сей день в указанных областях восстановительные работы не начаны. Кроме того, осыпавшиеся камни оказались мишенью для казнокрадов. Все это вызвало волну протеста у жителей и экологов. Уважаемые соотечественники, телевидение Западная Армения не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других метеоплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях. Правительство также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестер Армении 2 не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – Сила. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Звучит музыка Сила. Звучит музыка Продолжение следует...